Мы поговорили с главами двух швейцарских компаний с совершенно разными взглядами на проблему неравенства доходов. Александр Бенуна возглавляет часовое отделение компании Victorinox. Он не против того, чтобы в его фирме самый большой доход превосходил самый скромный не более чем в 12 раз. Даниэль Мари, шеф фирмы Vizilab, производящий оптику. Он против такой перспективы. Если рассмотреть структуру заработной платы, то окажется, что у нас это соотношение равно показателю 1 к 7. Если мы добавим премии и бонусы, то получим максимум 1 к 13. То есть минимальный годовой заработок в компании Vizilab составляет 45 600 франков. Это около 130 тысяч рублей в месяц, а значит шеф компании получает в 7 раз больше. Но в год с хорошими показателями он может зарабатывать и в 13 раз больше. Как с этим Victorinox? В нашей фирме разница между самым скромным доходом и моей зарплатой менее чем 1 к 10. На меньший доход здесь составляет 44 400 франков в год. А значит господин Бенуна зарабатывает 444 тысячи франков или 1 258 тысяч рублей. Мы посетили стенд часового отделения компании Victorinox на выставке Baselworld, крупнейшей в мире ярмарке часов и ювелирных украшений. Главы основных брендов, представленных на экспозиции, зарабатывают, как правило, миллионы франков. Неужели убеждение Александра Бенуна – это глаз вопиющего в пустыне? Никакой пустыни. Просто мы у нас в компании предпочитаем вести зарплатную политику, отражающую наши ценности и которая, как мы считаем, полностью соответствует деловой стратегии фирмы. В компании Victorinox Time Peace Division работает 120 человек. Ее годовой торговый оборот достигает 100 миллионов франков. Главная цель этой фирмы – сохранить стабильность производства, существующего уже более 100 лет. В этой компании, в самом деле, менеджеры зарабатывают больше простых сотрудников. Однако, по мнению Александра Бенуна, это обстоятельство не уменьшает степень сплоченности трудового коллектива. Всякий труд должен быть оплачен. Менеджеры несут прямую ответственность за фирму, сталкиваясь порой с непростыми ситуациями. Поэтому всегда необходимо учитывать те стратегические решения, которые не обязаны принимать, из-за которых они имеют право получить вознаграждение. При этом менеджер ничто без своей команды. Victorinox придерживается идеалов единой команды – почти семьи. Компания Vizilab, ведущий в Швейцарии, производитель качественной оптики, смотрит на ситуацию иначе. Здесь работает 800 человек, годовой оборот – 200 миллионов франков. Ведя бизнес, важно не заниматься коррекцией заработной платы, но обеспечивать позитивную деловую динамику компании. И как раз это и находится в интересах как руководства, так и сотрудников. У нас разработана система поощрительных выплат для каждой категории работников. Кто хорошо поработал, хорошо заработал. А это означает, что если хорошо работают все, то выгода от общего дела также делится на всех. В самом деле, заработки обоих руководителей примерно равны. Разница между самым высоким и самым низким доходом фактически не покидает границ соотношения 1 к 10. Тогда почему Даниэль Мари резко выступает против идеи закрепить это соотношение в законе? Зачем менять то, что уже хорошо работает? Неужели непонятно, что стремление загнать все, что только можно в прокрустово ложе регулирования, ведет причем постоянно к катастрофам, как во Франции, которая находится на грани неплатероспособности? Вот, посмотрите, это все есть французское трудовое законодательство. Оно состоит из 8300 статей. А вот то же самое законодательство, но швейцарское, в нем 128 статей. Очевидно же, что выбранное нами в Швейцарии гибкое решение с разумным минимумом ограничений работает очень хорошо. Итак, этих менеджеров скорее разделяют философские соображения, а не экономические. Я согласен, разница в оплате труда неизбежна из-за разного уровня ответственности сотрудников. Однако эта разница не должна покидать рамки разумного, и она не может отменить принципы оплаты по труду. В итоге, как всегда, в Швейцарии последнее слово за народом.